Сегодня будет только теория. В практике, если успеем, будет немножко такая, вводная, скажем так. Будет только теория. Ну, нам и теории хватит на три часа с головой с этим всем разбираться. Давайте для начала разберемся вообще с понятием, что такое гребер. Для того, чтобы понимать, о чем вы мне говорите. Что такое гребер? Ну, это такая... я не знаю как. Своими словами могу сказать. Такая странная совокупность. Астральная совокупность. Сущность. Сущность. Это уже подключено. Как переводится вообще слово эгрегор? С какого, хотя бы? Ну, с какого? Большинство слов всегда переводится либо с латиниц... Либо с латыни, либо с древнегреческого. Вот это слово имеет древнегреческое происхождение. Вот, и совершенно верно, эгрегор, наибольшее подходит слово, которое переводится, агрегат. Что такое агрегат? Совокупность. Совокупность неких таких механизмов, которые вместе работают и дают определенный выход, определенную работу производить. Так вот, эгрегор – это энергетическое, информационное, то есть, тут многие будут спорить, такое объединение, которое должно давать определенный, производить определенную работу. И оно нацелено на то, чтобы производить определенную работу. Как и любой эгрегор, имеет такую совокупность. Он состоит из информации и непосредственно из энергии, скажем так. Информация – это, если брать родовой эгрегор, это все то, что накапливается поколениями. То есть, все, что вы накопили, любой ваш жизненный опыт, он каким-то образом передается дальше, через поколения. Он может передаваться вербально, то есть, непосредственно, когда вы детей обучаете. Он может передаваться в генетическом коде, именно как информация о характере, информация о предпочтениях каких-то, информация о, не знаю, о каких-то невыполненных задачах. Ну а энергетическое, энергетическое его составляющее – это активная энергия, для того, чтобы его поддерживать и развивать. В активную энергию входит энергия денег, потому что все мы живем на этой земле, всем нам приходится питаться, всем нам приходится для того, чтобы воспитать новое поколение, зарабатывая деньги. Она состоит из энергии власть, она состоит из энергии поликосексуальной энергии, потому что, потому что разложился, так или иначе, мы все задействуем и эту свою часть тоже. Ну, это то, что касается именно проявленного, именно проявленного в мире. Под энергиями я имею ввиду то, что вы способны воплотить. То есть не что-то эфемерное, потому что когда говоришь про энергию, люди почему-то считают, что энергия это какая-то вот такая ловучая жидкость, это какое-то такое вот что-то непонятное, что-то такое, что можно в принципе собрать где-то в баночку и вот законсервировать и хранить. Либо там какую-нибудь батарею собрать. Энергия это то, что именно проявляется. Ну и если брать родовой город, если брать родовой город, здесь идет такое интересное отделение, интересное разделение, связанное именно с его строением. В принципе, можно рисовать такую вещь, что это такое. Вот, на самом деле, этот символ не только китайский, он изображен вплоть до того, что на Трипольской керамике находился, ну там это были змеи, там еще была третья составляющая, иногда только две, иногда с тремя, в общем, такое. Две составляющие, которые дополняют друг друга. Это как раз информационная и энергетическая. И вот если брать родовую город, то можно сказать, что информационный план, он такой, чисто пассивный, накопительский. Он может стать активным в потенциале, но он в большей степени пассивный. А энергетический план, он более активный. Ну и так исторически сложилось, что мужчины у нас лучше активные, а женщины лучше пассивные. В плане того, что женщины накапливают энергию, и это, в общем-то, ее родовая задача. Накапливать эту информацию и передавать эту информацию дальше поколению. Обучать новые поколения, передавать информацию детям, внукам, правнукам и так далее. Поэтому здесь, опять же, можно разделить две части. Такие две части. То есть мужское и женское. Пусть это у нас будет мужское. Пусть это у нас будет мужское, а это не будет женское. Женское. Мужское – это энергетический план. Женское – это информационный план. Мужское – это энергия, женщины – это информация. Под энергией, опять же повторюсь, под энергией, под привнесением энергии в родовой грего я имею в виду это зарабатывание денег, это повышение статуса семьи, это поиск и привлечение новых людей в этот свой родовой грего. Потому что, когда, ну, в нашей традиции, да, на наших землях, когда мужчина пойдет в брак, то он приводит женщину в свой род. То есть она становится частью его рода. И всю информацию, которую она приносит из чужого рода, она приносит с собой. Но при этом информационно она становится частью этого эгрегора, в который она пришла. Если взять даже наш свадебный обряд, как он выглядит? Савянский, вообще-европейский свадебный обряд. Возьмем с такой вот, начиная с такой вещи, как белая тласть. Почему невеста в белом платье на свадьбе? Мы тогда не задумывались. Ну, кто-то говорит, что это символ чистоты. Кто-то говорит, что это символ чистоты. Ну, на самом деле белый цвет, он у всех индоевропейских народов изначально ассоциировался с травмами. Поэтому свадьба – это не что иное, как похороны женщины. Это похороны женщины для старого рода и рождения для нового. Поэтому свадьба гулялась два-три дня. Ну, где-то даже на деле. Ну, это такое тоже, на любителя. Почему два-три дня? Первый день – это был как погребальный обряд. То есть женщина умирала до старого рода. Она была одета во все белое, в белое платье. У нее на голове была фата, как закрытый сало. Ну, и она, в общем-то, по старым традициям, по всем, она сидела, еще есть такое выражение, как за свадьбу. Вот она сидела, она ничего практически не ела, не пила, она просто присутствовала на свадьбе. В общем-то, в некоторых традициях иногда невесту даже еще оплакивали. Были подружки невесты, которые плакали за ней. Из-за того, что она выходит замуж. Ну, казалось бы, чего, а вот чего вдруг плакали. Вот. То есть оплакивали это вот с тех старых традиций, когда невеста умирала до своего рода и рождалась для рода мужа. На следующий день, когда она переодевается, когда она уже во всем, скажем так, штатском, рожданском, она уже рождается для мужа и она уже начинает показывать себя как хозяйка, показывать себя как новый член рода мужа. Вот. Ну и вместе с собой она, естественно, приносит определенную информацию. Она определенные приносит какие-то традиции из своей семьи, она приносит свой генетический путь непосредственно и так далее. То есть она приносит с собой это. При этом такие вот интересные вещи еще есть. Считается, что мы получаем от отца кровь, а от матери тело. Сейчас покажу. Если ребенок, вот если двое детей от разных родителей, например, от одной матери, то такие братья и сестры называются как? Сольные. Кроме этого, единоутрубные. Если они от одной матери, они называются единоутрубными. Если они от одного отца, ну от разных матерей, такие дети называются единокровные. Ну да. Вот. Кровь. Кровь. Она как символ энергии. Здесь тоже, опять же, как символ жизненной энергии. Потому что за счет того, что она двигается, за счет того, что она нас согревает, ну как бы жива. Это тоже символ энергии. То есть даже в этом оно проявляется. Плоть. Включает в себя не только плоть, но еще и кости. Что остается после человека, когда он умирает. Ну какое-то время еще присутствует плоть. Ну а через пару-тройку лет остаются тройки кости. При этом кости, кости остаются очень долго. То есть они хранятся в земле десятки тысяч лет. Ну а динозавр до сих пор оттокнул. То же самое в принципе и с людьми. Ну в зависимости от кислотности почвы. Там уже свои нюансы. Но в большей степени сохраняется именно кости довольно-таки долго. При этом именно в костях, именно в костях хранится. То есть по костям можно восстановить в принципе наше дымко. Ну более-либо. И информация о человеке сохраняется в земле во многих наших поколениях вместе с костями наших предков. Ну поэтому территория, на которой вам лучше всего проживать, это территория, на которой больше всего ваших предков закопывают. Она будет вашей, ну либо Родиной, либо Отечеством. Опять же у людей есть Родина, а есть Отечество. И когда они задумывались разницы между Родиной и Отечеством. Два таких вроде как слова, которые значат одно и то же. Родина это место, где вы родились. И Родина обычно связана именно с матерью. А Отечество это то, что вы получаете от Отца. Это то, где родился ваш Отец. Та земля, которая родная для вашего Отца. Ну для вас может быть родной, либо то, либо то. То есть сохранение энергии и информации, оно, то есть это не голословно, оно так сложилось исторически, оно так сложилось природно. То есть женщина больше сохраняет информацию, мужчина больше сохраняет энергию. При этом Род, сам по себе, именно Родовой Эгрегор, имеет свою структуру. Родового Эгрегора можно расписать по примеру члены семьи. По примеру члены семьи. Из чего состоит пчелиная семья? Кто главный пчелиная семья? Матка. 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 Да? В центре этого роя всегда находится матка. Всегда находится та, которая производит на свет, которая управляет всеми. и все вокруг ее куляться. В общем-то, у людей, у людей, у людей. Это называется либо берегиня, 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 берегиня вот это. Есть еще такое слово. Матрена. Еще имя такое есть. Тоже старое. Наверняка, многих ваших прабабушек звали Матрена. Матрена – это та женщина, которая давала жизнь в большей части Род. В древнем времени еще было такое название, сейчас скажу, гениус фамилия. Ну, фамилия – это вообще обозначение рода семьи. Вот. То есть, это центральная фигура. Эта центральная фигура, как правило, связана с старшей женщиной в роду. Ну, сейчас у нас рода, конечно, поменьше. Ну, у кого больше, у кого меньше. С центральной женщиной в роду, с самой старой. И, в общем-то, именно вот эта часть эгрегора, которая называется берегиня, она привязана к старшей женщине в роду. Но она является частью эгрегора, она бесполая практически. То есть, в принципе, если в роду старший мужчина, бывает такое, что он тоже может быть таким берегуном. То есть, старшим и привязанным будет к нему. Это то, что привязано именно, скажем так, на информационном плане, на энергетическом плане. То есть, это человек старший в роду, который за всех отвечает. У нас таких родов осталось мало. Очень мало. Когда, действительно, женщина старшая, и она обо всех знает. У нее утро начинается с того, чтобы прозванивать всех детей, внуков, правнуков. Да? Дон Корлеон. Да, такой вот Дон Корлеон. Ну, там своя структура. Мафиоза. А здесь, ну, в принципе, чем-то похоже. Вот. Ну, у нас уже нет такой яркий представитель вот такого вот, хорошо сохранившегося рода. У них старшая женщина, которая старшая бабушка, которая держит под контролем всех. Детей, внуков, правнуков. Сколько у бабушки детей? Тро. Тро. Внуков у нас восемь, а правнуков уже есть. Правнуков есть. Вот. При этом они знают там всех своих троюродных, четырехюродных, пятиюродных братьев. Когда она мне рассказывает про каких-то там четырехюродных братьев, ну, меня это удивляет. У нас такого, ну, сохранилось, но нет вообще. А здесь старшая женщина, она еще и помогает всем общаться. Общаться она выступает как таким цемент для вот этого вот рода. Для того, чтобы род не распорядился. Она помогает информационно, то есть она ей помогает, потому что с собой общаться. И она помогает за счет этого еще и энергетически. Потому что они все, как такие некие пчелы, они друг другу способны помочь. Помочь физически, помочь материально, помочь, то есть вытянуть, где-то не оставить друг друга. И вот эта вот структура, она, в принципе, сохранилась довольно-таки долго. Но в семнадцатом году, прошлого века, в общем-то, эту структуру довольно-таки серьезно покромсали и облезли. Кто из вас знает своих дедушек и бабушек? Подъявите, пожалуйста. Дедушек и бабушек, слава богу, не знаю, да? А прадедушек и прабабушек? Прапрадедушек, прапрабабушек? Ну, вы их знаете дороже, хорошо, хотя бы по фотографии. Я имею в виду, что хотя бы имена, чтобы вы знали. А их отцов, матерей, их вы уже знаете еще больше. Вот. А раньше вся эта структура, она сохранялась, ну, сохранялась в устной форме. Вот. Поэтому после семнадцатого года многие рода стали обрезанными. То есть обрезанными за счет того, что, ну, у кого-то были там дворяне, дай бог, то это совсем расстрельная статья. У кого-то были купцы, ну, тоже почти расстрельная статья. В зависимости от того, как смогли, а скоро будет не смогли. У кого-то были казаки в роду. Ну, тоже опасно было говорить, потому что тоже, как минимум, ссылка грязь была. Вот. За счет вот этого обрезания нас обрезали еще от многих вещей. Ну, это мы чуть дальше пойдем. Нас обрезали еще от многих вещей. Потому что каждый род, каждое поколение, оно включает в нас еще и определенный энергетический потенциал, определенные энергетические поля. Ну, это мы чуть дальше будем развивать. Что находится возле матки? В чем? В чём? В чём? В чём? В чём? В чём? В чём? Те, которые ближе всего, которые находятся в уле, так называемые трубы, вот. Считается, что они ничего не делают. Хотя, на самом деле, их работа как раз быть возле матки и обеспечивать ее нужды, обеспечивать нужды улья, то есть быть внутри игрока. У людей это обычно те, кто, в принципе, живет и пользуется только благами народа. То есть, ад элит. Кто там элита. Ну, можно сказать, что элита, ну, так, условно, они ничего не приносят нового, ну, как бы себя и не растрачивают. То есть, такие трудовые, рабочие, ученые. Следующий идет кто? Следующий идет кто? Улья. Это та пчела, которая называется солдатом, которая вылетает из улья, которая приносит мед и которая работает на разбитие. Это рабочая пчела. Рабочая пчела. Рабочая пчела. Кого можно назвать в роду рабочей пчелой? Ну, вот на примере больших семей, на примере больших семей, можно сказать, что вот все живут как-то средненькие, но кто-то один, если большая семья, кто-то один все-таки умудряется выбиться в улья. Ну, скажем так, кто-то один умудряется привнести в род что-то новое. Ну, и в зависимости, там, мужчина это либо женщина, мужчина это либо женщина, он привносит либо энергетически, это то, что называется, зарабатывает достаточно денег, чтобы помогать всем, в семье. Тот, кто нарожал больше всех детей и этим обогатил род, потому что, возможно, его дети как-то будут развивать. Ну, и так далее. То есть, привносить вот такие вот изменения. Но, опять же, среди этих людей, среди рабочих пчел, бывают так называемые откупные люди. Про откупных слышали? Нет. Кто такой откупной? Кто такой откупной? М? Тот, кто своей жизнью искупает грехи рода. Но не то, что называется грехи. Грехи это уже такое чисто православное христианское понятие. Ну, хронические какие-то. Какие-то долги. Долги какого плана будут образовываться? Если, к примеру, в роду были самоубийцы, то в роду это грех не потому, что это грех. Это плохо не потому, что это грех. Это плохо, потому что в род была принесена такая информация о том, что человек может взять и решить сам себя жизнь. И это может передаться остальным. А что ты думаешь? Это может передаться остальным. И именно вот это вот как грех и следует искупать. Именно с вот этим вот следует работать и вот это вот играть. То есть это некая программа, которая работает на разрушение, может работать на разрушение этой семьи. На любое убийство. В том числе и любое убийство. Учаное убийство, хоть убийство. Да. В том числе и убийство тоже считается грехом. И тоже, в принципе, должны подбираться. Война не считается даже, как сказать, Ну, даже в православной церкви она не считается грехом. Убийство на войне. То есть даже в христианстве. Хотя христианство любит все грехом считать. Вот. Но вот даже вот это вот не считается грехом. Во-первых, во-вторых, были же такие рода, которые жили исключительно в войне. То есть если взять какие-нибудь казачьи рода, то там война это дело всей жизни. Для рода. Ну и там мальчика, девочка, независимых, готовили к тому, чтобы воевать, готовили с детства. Ну и готовили всю жизнь. Поэтому это, в принципе, не считалось грехом. Обычно откупной человек, откупной человек, это последышек. Кто такой последышек? Последышек это тот, кто последний в роду. Самый последний в роду, самый младший сын, самая младшая дочка, часто, ну не часто, а могут стать вот такими вот откупными. То есть их задача искупить все то, что род где-то там погрешил. И вот он как раз получит в себя больше всего вот этих вот всех программ. Такой ребенок может либо уже родиться больным, либо уже родиться больным, либо ему всю жизнь будет невестей. То есть вся жизнь пройдет в таких муках, что, ну, не дай Бог, никак. Скажите, а изменить это вообще можно? Изменить можно. Человек может уйти из-под удара, но в таком случае род все равно должен быть искупать. То есть кто-то другой предоизводит? Да. Кто-то другой предоизводит. А как-то распределить? Ну, я не знаю. Как-то распределить, ну, род так устроен, что он не хочет распределять. Ага, он все успеет. Лучше скинуть все одному, и пусть он так уже откупится, и вот уже будет хорошо. У меня были когда-то на приеме такие люди, вот, и был парень, который, в принципе, ему всю жизнь не везло, ну и где-то в возрасте уже тридцати с лишним лет, у него уже дети были, его просто парализовал. Причем парализовал на ровном месте. То есть проснулся и не может двигаться. Потом там постепенно как-то его вывели, то есть он начал хотя бы ходить, хотя бы как-то двигаться. до конца так и не выдачутся. Когда мы начали просматривать, когда мы начали раскручивать, что к чему, потому что, ну, предпосылки были разные, мы раскрутили все-таки именно вот это, потому что там вот и убийцы были и много много всего. Мы поняли, что если это не искупит он, то это перейдет на его ребенка. И на этом, как бы, мы уже закончили с ним работать, потому что он сказал, что ну в таком случае пусть лучше я, чем ребенок. Ну, у него уже берегите, то есть он, в принципе, на потомство. Часто такие даже не успевают дать потомство. не везет с детства. Ну, такого ребенка можем узнать. Ну, вот, не везет вот изначально. Такой может пойти играть в футбол и чуть не утонуть. Тоже будет такой живой случай. Когда говорят, ну вот, было 9 лет, пошли играть в футбол, чуть не утонул на футбольном поле. На футбольном поле была лужа, и он каким-то образом ему взялся в нее найти то место, где вот именно он управляется. Он 4 или 5 раз попадал под машину. То есть, вот такие вот ситуации были постоянно. Ну, в конце концов, отсидел два раза в тюрьме, ну и умер от не очень хорошей болезни. Так что, вот, такого плана. Но это, эта жертва, она необходима для того, чтобы весь род выжил, для того, чтобы весь род жил. Так как вот этот человек, о котором я говорю, что он умер, да, он так и не искупил до конца, потому что весь род кинул все свои силы на то, чтобы его вытягивать, на то, чтобы ему помогать. Ну и на данный момент, там в роду остались только девочки, не осталось мужчин, фамилию продолжать некому. То есть, передавать. Фамилию некому. Тут еще такой момент с фамилией. Почему мы говорим про фамилию? Информационно род, причастность к роду определяется именно фамилией человека. То есть, то, какую фамилию вы носите, то, какую фамилию вы носите, то, какая фамилия у вас прописана по паспорту, именно к этому роду вы первостепенно и относитесь. Именно к этому роду вы и относитесь. Ну, так как у нас европейская традиция, у нас род как бы идет по мужской линии, то и фамилия передается соответственно по мужской линии. Есть народы, в которых передается по женскому. Какое-то время на территории Украины даже существовал матриархат и здесь точно так же передавалось все по женской линии. Передавалась фамилия по женской линии. Ну, это был непродолжительный промежуток времени. Ну, и он очень быстро закончился. Поэтому, когда женщина выходит замуж, она берет фамилию мужа, она информационно становится частью рода мужа. Ну, и если они вдруг разводятся, ну, не сошлись в этот характер, если они разводятся и она остается на его фамилии, информационно она все равно остается в роду мужа. Если она в твой раз замуж, если она выходит замуж еще раз, оставляя фамилию первого мужа, тогда как? Да, это очень печально. Это очень печально, для женщины. Потому что, ну, как будет смотреть рот на человека, который от него ушел? Ну, какие случаются? С полшпятные, да? С полшпятные, да. Очень много женщин, девушек, ну, у нас же как? Получается, что тогда женщина вообще не в каком году ее и там не принимают, и там не приняли, и там не приняли. Окей, если она на свою позицию она берет в рот, или в рот, или в рот. Считается, что нет. Считается, что нет. Но у нас очень, это очень частый вопрос, кстати, когда в прошлом году я эти занятия чаще провел, когда говорят, ну, вот, в 30 лет у нас женщины, у нас часто женщины где-то в районе 18 до 21 выходят замуж, а потом где-то в 29-30 очень многие разумятся. пытаются найти свою вторую половину еще раз. При этом, будучи на фамилиях мужики, и жалуются, вот у меня после развода все не ладится, у меня после развода не могу найти мужчину, но каким образом ты можешь найти мужчину, если ты все еще считаешься замужем, если ты все еще ходишь под мужем, если ты все еще на его фамилию. Если ты все еще информационно, ты там. То есть тебя просто не видят, не воспринимают, чисто на информационном плане, как отдельно, как с родной. Ну, и вот бывают уже такие вещи, когда человек просто меняет фамилию, ну, и через какое-то время выходит как раз замуж. девушка. Когда у нас выходит замуж? Когда у нас выходит замуж? С этим пока понятно? Женщина, допустим, ну, как бы уходит замуж, она оставляет своей фамилией. Она же приходит с информацией своей, своего рода. Да, она приносит это в род мужу. И почему оно? Потому что фамилия это просто формальность. Это формальность, но вы на своей фамилии? Нет. А я вообще-то нет. То есть на той фамилии, на фамилии родите? Вы просто никогда не меняли фамилию, вы не знаете. Человек, который меняет фамилию, он через какое-то время воспринимает себя совершенно иначе. Ну, так мы устроим. Оно бывает очень незаметно, очень плавно. Ну, вот так вот мы устроим. воспринимает себя, ну, как бы, положительно, можно иметь лучше или как? По-другому. По-другому. То есть это, а, ну, ясно. Лучше, не хуже, просто по-другому. Имена меняют уже. А? Имена меняют уже. А имена меняют? Что? А у человека? А имена меняют уже. Имена меняют, меняют, даты рождения. Можно тоже плохо менять имя? Почему? Это просто факт. Почему? Почему? Вообще, кто, кто в основном меняет имена? Имена, фамилии? Меняются, раньше, во всяком случае, менялись людьми, которые, либо, к примеру, человек, который уходит в монастырь. Это как определенный способ поменять судьбу. У него была мирская судьба, это один был человек, а вот этот момент, он считается как перерождение. То же самое, как и с вами. То есть, женщина, выходящая замуж, она умирает для одного рода, рождается для другого. Тем самым, наберет имя, и это уже другой человек считается. Сдета в каком-то информационном плане это считается уже другой человек. Точно так же, к примеру, у монахов, когда он получает, уходит в монашество, человек отрекается от всего мирского, он убирает свое имя, и его уже зовут как-то по другому. Остается только имя без фамилии. Остается только имя. Паспортные данные у него ставятся те же. Паспортные данные те же. Как крещение. Да, как крещение. Как и во многих магических традициях. То есть, ну, многие магические традиции, особенно европейские, мы их воспринимаем, как скажем, по сказкам, по фильмам, да, как такое некое. Уже их во многом высмеяли. Ну и вот, вот эти вот. Маг точно так же брал только имя. При этом он именно с момента своего посвящения считал и дату рождения. То есть, менялся еще и гороскоп считался новый. Вот. То есть, менялась судьба. К примеру, есть такой, из таких персонажей, которых вы точно знаете. это Иосиф Сталин. Специально поменял Иосиф Сталин, который поменял не только фамилию, но поменял еще и татуражник. То есть, Иосиф Джугашвили умер, а родился Иосиф Сталин. Под эту сущность, под эту личность выстраивалась совершенно иная сущность человека. Совершенно иной образ. Он уже жил в этом образе. То есть, один человек умер, родился другой человек. Он уже жил полностью в этом образе. С новым гороскопом, с новым именем, с новой фамилией. Ну, имя, как бы, осталось то же самое, с новой фамилией. То есть, совершенно другой человек. Подобное было и во многих логических традициях. Чем еще можно сказать? существует еще такая вещь, что есть рода мужские, в том числе и на нашей территории. Ну, преимущественно это мужские роды. А существуют рода еще и женские. Когда в роду рождаются только девочки. Когда вот бабушка была одна всю жизнь, она родила дочь, после этого развелась, жила одна. мать родила дочь, развелась и жила. У них фамилии имениваются вроде бы. Но род остается женским. Рядом с такой женщиной не может ужиться веденущих. Говорят такое, что это же относится и к ведьмачьим родам, это относится и просто к женским родам. Когда в роду только женщины. Если в роду рождаются преимущественно женщины, это род богатый информативно. Им не нужно ничего нового приносить. У них достаточно информации. Если в роду рождаются только мальчики, то такой род богат энергетически, но ему нужно набирать информацию. И вот за счет рождения мальчиков род надеется обогатиться, надеется набраться новой информации. при этом и тот и тот род в принципе можно считать с перекосом. Потому что если выбрать тот же самый значок, который рисовал, если там будет находиться только черное, это будет уже не тот значок. Если там будет находиться только белое, это опять же будет не тот значок. должно быть урегулировано. Поэтому чисто мужских родах, чисто мужских родах, когда есть море энергии, но некуда ее убедить. Нету вектора. Женщина во многом улюбляет вектор мужчины, его направленности. То есть она эту всю энергию должна направлять. Если вот эти мальчики в мужском роду находят хороших женщин, то род в принципе привносит новое. Род развивается и укрепляется. Если они женщин до какого-то определенного периода не находят, либо находят женщин не тех, скажем которые могут их направить в правильное русло, что с таким родом случается? Мужчины начинают пить, мужчины начинают искать выход энергии, а выхода нет. Такой род рано или поздно умирает. Точно так же, как и чисто женский род. То есть когда много информации, но нету наполненности, такой род постепенно этой информацией владея, он начинает вырождаться. Когда только женщины и все. Потому что нету ресурсов, нету ресурса, ресурс романикоза заканчивается, ну и такие рода тоже начинают выгаривать. Поэтому идеально конечно должны быть это относительно поколений. Относительно поколений считается, что должна быть связь с семью поколений. Да? То есть оптимальная связь это семь поколений. Ну давайте об этом сейчас чуть подробнее Давайте пять минут перерыв больше. Субтитры создавал DimaTorzok